Видите, это не был мой косяк, то есть, как бы, вот сколько школьников писали, что я там криворукий, запустить не могу, писали, что все остальные стримы работают нормально, но нифига, это не мой косяк был, это был не мой косяк. Сейчас напишу в группе, вроде и твич поднялся, огромное спасибо Хасану, спросите у Хасана, могу я футболки свои продавать через твич, хочу денег, шучу, очень хочу, не просто хочу, а очень хочу. Так, если у крайницы миф, значит у крайницы подземные люди, нет, я не хочу сейчас на эту тему говорить, потом как-нибудь, а то мы уйдем в дебри, которые приведут нас к бану и Хасан не поможет, погнали. Так, у нас сейчас основная идея в том, чтобы, насколько я понимаю, а, вот все. Этот квест мне понравился, прямо скажем, он был короткий, приятный, один враг. Дайвенон, спасибо за подписку, извиняюсь еще раз теперь перед зрителями твича уже за то, что моего стрима не было, возможно кто-то хотел посмотреть вторую часть прохождения Даркнесса, она будет целиком залита на ютюб отдельным вводом, который, наверное, даже обработается более-менее быстро, поэтому... Такие пироги, а сегодня, помимо этого, будут еще какие-то игры после того, как Даркнесс... Да пройдем, говорят, что мне осталось процентов 30 игры, так что, возможно, это произойдет достаточно скоро. Дайвенон, два месяца. У Дредда такая же проблема была, так что не парься. Ну, все-таки, Дредд и я это несравнимая величина на твиче. К сожалению. Нет, ну, не к сожалению, потому что просто так оно и есть. Давидка, 2-3-2-3, спасибо за подписку. Я сейчас отъеду, я забыл опять включить броню. Я так рад, на самом деле, что прям... Прям очень рад, и поэтому... Сейчас не могу сконцентрироваться полностью на игре. Они все продолжают и продолжают воскресать, как Иисус Христос. Да господи. Так, первым встанет тот, который за спиной развернутся. Боже мой, как... Как я промазал. Игра по-прежнему очень трудная, но... Я уже начал привыкать к некоторым вещам, но не ко всем. Вот, например, снайперы, которых так не любил мой ныне покойный дедушка. Причем до этого снайпера еще хрен доберешься. Он уже встанет, когда я залезу. Нравится мне дизайн этих врагов. Прикольные у них штуки в голове. Давай, следующий кадр. Я уже спустился, и я такой тык-тык-тык-тык-тык. Бегать нельзя, кстати, в игре. И это тоже порой дает о себе знать, кого я уронил к тебе. Пройдено 83%. Нифига себе, ты точно планируешь ли болтовню 3? Возможно. Все возможно, ребят. Я ничего не планирую, потому что если я скажу да, то вы меня замучаете этим вопросом. А если я говорю, что я что-то планирую, это вот, например, если завтра я не начну проходить фоллаут, значит, я их никогда не начну проходить. Поймите правильно. Если я что-то не делаю на следующий день после обещания, это, скорее всего, я уже забил на эту идею. Такой уж я человек. Это то, какой я. С этим ничего не получается. Блин. Какую... Вот какие наркотики они принимали, чтобы вообще эту хрень придумать? Или... Не, я слышал, бронепоезда, типа, они использовались наверняка и в Первый мировой. Но... Черт возьми. Огромный вот этот вот черный паровоз. Я когда мелкий, помню, был, мы выходили на станции, которые... Название, которое очень понравится. Когда ездили куда-то к родственникам, которое, наверное, очень понравится дотерам. Название у станции было дно. О, и там вот стоял черный такой ленинский паровоз. Короче говоря... Вот я когда мелкий был, меня он потрясал своими размерами. На самом-то деле он совсем небольшой. Вот большой паровоз. Илья может поменять еще название стрима. Может быть, может быть. Но если я этого не сделаю до завтра, то я не поменяю его никогда. Запомню. Запомню правила. Не надо, не надо заигрывать с стаффом твича. Они ничего не должны знать обо мне. То есть идет какой-то стрим, на нем сидит народ, активные пользователи. Этого достаточно. Если они вдруг начнут интересоваться, что это за русский стример, и они узнают, какие у нас здесь шутки, я боюсь, что нас могут забанить чат. Будьте осторожны. Потому что вчерашняя шутка, например, типа, почему нельзя поворачиваться пингвину спиной там, потому что он наполовину черный. Или шутка про освенцем какая-нибудь очередная. Она нифига... Согласен? Нифига не смешная. Стоп. Все, он уже выстрелил туда? Я пока вспоминал про пингвина, шутку, я отвлекся. Это наверняка был эпичный выстрел. Я хочу с щитпоинта грузануться, но... Чат, вы видели? Этот выстрел, он был эпичным. Я просто столько сетапа сделал, чтобы как бы превратить этот панч гейт в жизнь. Мистер Кселс, спасибо за 4 месяца подписки. Шутка про хромую лошадь ся, на ней даже Хасан бы посмеялся, наверное. Давайте просто не двигаться, пока они не уйдут из чата. Я потому что переживаю. Я... Я стримил себя спокойно, и пришли чуваки. И став отвечай, я теперь переживаю. Давайте просто не двигаться, ничего не писать в чат. Просто... Ничего. Просто полная тишина. Давайте я стрим на паузу поставлю. Включу какую-нибудь отвратительную музыку, которую просто слушать невозможно, чтобы они свалили. Сейчас. Сейчас. Какой-нибудь просто кошмар настоящий, чтобы они просто ушли. Пушки тьмы ужасные. Снег еще сложнее кого-то убить. Спасибо, Алекс Ма. Алекс Маладин, спасибо за пусси. Это небо для меня Ты с утра нарисовал Подарил на память высоко Летящий самолет Влюбленный в облака Но остался только след Белоснежной полосы Они ушли? И пускай Ты очень далеко Влюбленный самолет Летящий надо мной Я люблю тебя, Дима Что мне так необходимо Ты возьми меня в полет Ладно Черт с ним Хотят, пусть сидят Сторг Спасибо за подписку Я не знаю, почему не высвечивает, братан Один ушел Осталось двое Хасан ушел Все, отлично Этого достаточно Кто это была? Лариса Черникова Хасан свидел Не выдержал Отлично, отлично Я бы мог и двух-двоих, наверное Изгнать еще пару минут Покрутив Но я боюсь, меня и так смотрят Тысячи две человек Даже после того, как поднялся Стрим Я боюсь, что я вообще один останусь Наедине с Димой Погнали Хасан в пляс спустился Сомневаюсь Так что там было со взрывом? Он клевый был или нет? Давайте вернемся к обсуждению Взрывом В общем, тьма нам угрожает, что Разделается с нашими Органами различными Такими, как глаза, зубы Что очень страшно Берварио, привет за подписку Мне, кстати, снова скоро можно будет пить пиво Не знаю, чем сейчас занимается канал Берварио Но раньше у них были неплохие обзоры пива Было прикольное шоу Где они завязанными глазами пиво угадывали Это действительно было Ну, любопытно Любопытное зрелище Правда, по-моему, они так ни одно пиво и не угадали У них там Балтика пшеное Там оказалось лучше, чем паулайнер Данкель Там, короче, такая дичь какая-то Пять месяцев, кстати, Берварио с нами Это сердце тьмы То, откуда Это создание берет свои корни Слабый был взрыв Понятно Ну, просто почти Ну, если так вдуматься Вся предыдущая игра Почти все 9 часов Это был сетап этого взрыва И в итоге он был довольно вялым Что это за место? Это не для тебя Как это работает, интересно Ну-ка А, мы его просто освободили Или что? Ты не должен, говорят Окей Я буду продолжать За деда За чудо-богатыря Мне эта хрень напоминает, знаете Помните Ну, кто постарше Из аудитории, может быть, помнит Игровые автоматы Морской бой Где надо было В перископ смотреть Только они не сверлили голову Можешь объяснить сюжет Я потерял нить еще до перестрелок с ментами Но сейчас Потрачу свое время Потому что стрим все-таки перезапущен Мол, кто-то подошел только сейчас на Twitch Слушайте внимательно Еще раз сюжет Пересказываю Как, ну Самые основные моменты То есть, как Краткое содержание Без Мелочей Типа Встречи у тетушки дома И так далее То есть, я уже не помню Кто нас к какому месту приводил Но сюжет такой Мы Молодой гангстер Который вырос в приюте Потом его забрал Дядюшка Поле На воспитание Мы на этого дядюшку Поле работали Выполняя его грязную работу Но как-то раз Типа кинули его Немножечко И он Взбаламутился из-за этого Решил отомстить Все это привело к тому Что он со своим подельником Эдди Продажным копом Пристрелил нашу девушку Дженни И В тот момент Как бы Мы Вообще Это все было еще в день нашего рождения Поэтому В этот же день У нас появились Какие-то непонятные штуки За спиной Вот Девушку застрелили На наших глазах А потом и мы умерли И попали на Первую мировую То есть, после смерти Вот он умер в первый раз Он попал на Первую мировую Где он встретил своего деда Который говорит Что я мыкаюсь Типа в этом Чстилище Уже Много-много лет В 21 год У меня появились Такие же щупальцы Это типа тьма Чтобы избавиться от нее Тебе надо прийти в святилище И убить сердце тьмы Вот где мы сейчас находимся Но сначала Так